в этом видео как сделать бегущую строчку текста для вашего сайта на джума сейчас вот вы здесь видите пример можно настроить цвета размер вы сами видите цвет ссылки повесить ссылку также можно вывести не только произвольный текст также можно вывести статьи джума и соответственно вывести такую строчку вы можете в любой модульной позиции вашего шаблона также это будет хорошо смотреться на мобильной версии сайта я специально сразу показываю вам чтобы не было никаких дополнительных вопросов вот сейчас вы видите имитация мобильного устройства текст бежит тут все нормально смотрится это абсолютно бесплатный модуль официально от разработчика разработчик для меня новый я недавно его нашел в интернете и это уже второй обзор его продукта в прошлом видео я рассказывал про абсолютно бесплатный модуль всплывающего окна если кому интересно можете посмотреть данное видео в этом же видео разберем настройки вот такой бегущей строчки меня зовут федор васильев и подробности в этом видео и так модуль устанавливается как обычно у меня он уже установлен это расширение менеджер расширение установить модуль просто перетаскивайте сюда и давайте сразу покажу в начале как его и где скачать ссылку прямую ссылку вот на скачивание данного модуля сейчас перед вами страница разработчика я оставлю на своем сайте соответственно ссылку на сайт в описании под этим видео если вы меня смотрите с ютюба здесь ничего не требуется никакой регистрации переходите на этот сайт разработчика и просто вот здесь кнопка загрузить нажимаете и скачиваете данный модуль на компьютер и так я перехожу расширение модули его название то есть вот так он называется я захожу внутрь первым делом надо разобраться где отображать у меня используется шаблон родной джума proto star и я использую вы видите позицию баннер соответственно зависимость от вашего шаблона вы выбираете позицию модульную где хотите отображать вашем вашем шаблоне на вашем сайте бегущую строчку бегущая строчка она хорошо привлекает внимание до ваших потенциальных клиентов там зрителей так далее дальше состояние опубликовано заголовок я скрою и важный момент где отображать я выбрал на всех страницах обязательно сюда выставите потому что по умолчанию ни на одной странице он показан не будет здесь на этой вкладке настроек нет перейдем сюда здесь все основные настройки есть еще вот эта вкладка чуть позже я не поговорю и есть еще небольшие настройки кешировать не кеширует данный модуль это если вдруг не будет работать данный модуль когда у вас кэш на сайте включен у меня демо сайт кэш не включен не знаю будет работать не будет вот можно в принципе не кешировать и также можно включить jquery если вдруг у вас не будет работать данный модуль основные настройки здесь смотрите первое самое первое что нужно определиться именно вот здесь то есть кастом это значит ниже поле произвольный текст если вы хотите просто использовать тогда выбираете вот этот вот кастом дата дальше здесь есть текст файл соответственно смотреть что происходит когда вы здесь выбираете ниже настройки тоже меняются я буду показывать в этом видео на примере только кастомного текста дальше я думаю вы уже в принципе методом тыка разберетесь есть возможность вывести rrs fit то есть рана р 1 канал и вот она джумла категории то есть вывести статьи из категорий вашего сайта джумла то есть вот эта вкладка видите ничего здесь нет если вы его здесь выберите джумла категории видите здесь тоже настройки все меняются и же надо конечно же их надо тоже разбирать он у нас модуль не на русском и как только здесь вы выбираете джумла категории здесь сразу вы можете выбрать смотрите из каких категорий отображать по меткам здесь в общем я детально останавливаться не буду думаю здесь вы сможете разобраться именно если выводить статьи я хочу более детально показать на примере кастомного текста то есть вот именно вот этого варианта здесь вот это ниже поле она поддерживает html вы видите сами что я использую теги разметки html этот текст вот он уже здесь привет мир имеется ссылка это и моде просто иконка взяты с интернета то есть по факту здесь нет возможности загрузить иконку с модуля вы можете просто найти какие-то иконки шрифтовые и просто вставить сюда методом копирования вставить я просто написал привет мир добавил ссылку следующий параметр скорее всего вам не понадобится переопределяющий параметр гиперссылок я думаю вряд ли будет использовать именно если вы хотите смотрите например сделать ссылку своего цвета то есть то есть например у меня текст видите синим ссылка красная фон сайс это у нас шрифты по умолчанию меня стоит если хотите выбрать какие-то свои из предложенных то есть георджи и real шрифт для данного текста выше вот здесь я оставляю default дальше как раз таки color вот здесь вот можете выбрать любой цвет именно просто текста вот у меня синий привет да дальше ссылка цвет ссылки я сделал красный это здесь ниже link hover color то есть это смена цвета при наведении мыши на ссылку если хотите поменять вот здесь спокойно можно сменить и background color давайте наглядно покажу то есть это вообще будет заливка видите у нас такая появляется плашечка и по этой плашечки у нас по зеленый идет наш текст я использовать это не буду дальше border style изначально не выставлен ничего и то есть border это рамка да то есть соли сплошная и есть другие варианты там пуктирная точкой двойная так далее например выбирая сплошная здесь задаем толщину рамки например 10 пикселей а здесь цвет рамки пускай будет синие сохранюсь обновлюсь вот вы видите в рамке у нас бежит наш текст ну соответственно рамку я использовать тоже не буду фон сайс 30 пикселей изначально у вас будет этот текст мельче то есть у меня сейчас я сделал 30 пикселей он достаточно крупный давайте я попробую сделать 50 пикселей чтобы наглядно вам просто показать если я обновлюсь вы видите вот текст прям большой дальше область высоты ширины вот этот область модуля авто стоит в принципе здесь все нормально я думаю стоит трогать это не надо дальше батон margin это отступ снизу изначально пикселей можете поиграться посмотреть вот это у нас speed эта скорость 10000 миллисекунд именно движение нашего текста хотите быстрее или медленнее поиграть с этими параметрами delay это задержка перед стартом то есть когда начнет пробегать линии если хотите чтоб сайт загрузился полностью и бегущая дорожка пошла не сразу 0 у нас задержки нет можете попробовать поиграть сопоставить значение там 500 600 1000 и посмотреть что задержка будет срабатывать дальше определение скольжение текста слева направо справа есть скольжение даже снизу вверх и соответственно обратите внимание меняя параметры добавляются какие-то другие параметры там есть скачками более резко двигается в общем здесь можете поиграться я оставляю по умолчанию следующая опция если дословно перевести направление силы справа налево стоит да нет ну я не увидел разницы думал как то может быть более резко будет текст выскакивать следующая опция вот это у нас выключена если включаем с это дубликат и если обратите внимание мы включаем появляется вот эта дополнительная опция это дубликат текста то есть привет мир и сразу же с ним следует тот же самый текст привет мир если вы вот это значение уменьшится например до десятки вместо 50 то вы сразу увидите друг за другом идущий один тот же текст при включении вот этой опции пауза on hover то есть делать ли паузу при наведении мыши но это полезно наверное если вы используете там ссылку вот я мышь навел на текст видите текст остановился думаю это полезно если хотите отключить включается ноу и пауза не будет срабатывать при наведении мыши на данный текст для тех кто не знает и кому нужен сайт у кого нет времени кто сомневается вы всегда сможете заказать сайт лично у меня позвонив мне бесплатно на мой телефон через приложение вайбер или ватсап сейчас вы видите мой телефон у себя на экранах звоните давайте обсудим ваш проект на этом данное видео заканчиваю надеюсь для вас все было интересно и полезно и увидимся с вами в следующих видео видео